Игроделы, привет! И, наконец-то, мы получили те самые долгожданные 500 качественных анимаций, про которые нам говорили несколько месяцев назад на одной из презентаций. Соответственно, вы видите, да, как эти анимации работают. Эти анимации я их потыкал, посмотрел. Это действительно очень крутые качественные анимации. Конечно, не без своих каких-то нюансов, проблем. Допустим, вот я сейчас нашел одну проблему. Видите, то есть я бегу, и вот что происходит. Но, соответственно, это как бы такое мелочи. В любом случае, анимации здесь очень крутые. Поэтому сейчас я вам покажу, как этот проект можно, в принципе, скачать, как им можно пользоваться буквально коротко. Поэтому давайте покажу, как этот проект можно установить. Итак, заходим с вами в лаунчер Epic Games. Ну, в принципе, можно тыкнуть здесь на новости. И здесь вот этот вот фичер-контент, здесь он у вас появляется. То есть вы на него нажимаете, тут появляется соответствующая страница. Ну, я ссылку в любом случае в описании еще оставлю. Вот, здесь у вас будет что-то типа получить бесплатное или что-то в этом роде. Нажимаете, и все. После этого переходите в библиотеку. Здесь вводите Они, ну, Animation. И получается, вот здесь вот создаете новый проект. Нажимаете новый проект, и все, этот проект у вас загружается. Ну, и, соответственно, после этого заходите в папку, где у вас этот проект, ну, и запускаете его. Итак, все, после того, как вы проект запустили, нажимаем Play. И что у нас здесь есть интересного. Ну, в общем-то, тут все работает довольно интуитивно, понятно. То есть нажимаем, точнее, встаем на вот эту кнопочку, сцена такая. Нажимаем на эту, такая. И вот таким вот образом. Это, получается, он быстро к полосе препятствий первой нас закинет. Ну, это мы потом с вами разберем. То есть, смотрите, что нам здесь необходимо. Во-первых, мы можем здесь нажать на Game Animation Widget. Вот, заходим, и здесь есть различные, там, FPS настройка, звуки. Ну, и, соответственно, здесь можно выбрать вашего персонажа, которому вы будете играть. То есть, как вы видите, здесь есть Queen. Давайте вот так вот. Вот так вот можно поставить. Такие вот манекены. Давайте вот это вот выберем. Выбираем этого персонажа. Тут всякие настройки, как я и сказал. Все. Дальше здесь можно посмотреть управление. Допустим, заходим сюда, и мы видим, да, что здесь есть Crouch, Focus, прыжок и так далее. Вот. Дальше, ну, это, получается, Read.me File. В общем-то, что дальше с этим можно вообще делать? Ну, во-первых, да, тут различная полоса препятствий. Допустим, вот давайте сюда заходим. И вот таким вот образом эти анимации работают, как вы видите. То есть, такие паркурные анимации, и довольно-таки крутые они, очень качественные. Можем сюда прыгнуть. Ну, в общем-то, вот так вот оно все и работает. То есть, здесь эти анимации, они работают на Motion Matching. Что такое Motion Matching? У меня есть отдельное видео, как вообще Motion Matching настраивается. Это видео, оно у меня в закрытом Boost. То есть, как туда попасть, ссылки все внизу в описании. Но, тем не менее, Epic, они написали довольно такую, как бы, понятную документацию. Поэтому ссылку на документацию я оставлю в описании. Ну, то есть, вот, мы можем сюда зайти. И тут, в принципе, написано вообще все. То есть, как это все работает. То есть, что за что отвечает. Как это все импортировать на ваших персонажей. То есть, здесь все более детально описано. То есть, конечно, здесь много такого, я бы сказал, ну, ненужного есть. Вот. То, что, в принципе, вам в работе вряд ли пригодится. Потому что это такая комплексная документация. Но, тем не менее, некоторые моменты, ну, я считаю, их можно опустить. Если вы, как бы, не хотите, там, прям, заморачиваться очень сильно с анимациями и так далее. Но, в общем-то, да. Можете, в том числе, зайти на Boosty, посмотреть. Там, в принципе, только основа. Вот. Здесь уже, конечно, всего поболее. Но, если захотите разобраться, то, соответственно, конечно же, Welcome. Ну, а давайте буквально коротко покажу, перехожу в проект, где вообще все эти анимации находятся. Смотрите, мы с вами переходим в Characters. Получается, вот в эту папку. Дальше. Animations. И здесь есть различные им офсеты, айдол анимации, джамп, ран, волк и так далее. То есть, видите, здесь много-много таких вот анимаций. Допустим, мы можем здесь выбрать вот эту анимацию. Ну, и мы можем здесь различным образом ее анимировать. То есть, берем, допустим, с вами там, Spy03. Ну, и давайте его там покрутим. То есть, можно здесь создавать свои анимации. То есть, пак анимации, он прям, ну, очень большой. Поэтому, в принципе, это все, что я хотел сказать. Ссылка на документацию и где скачать этот пак, вы можете найти в описании по данным видео. То есть, видим, да, что все работает довольно-таки качественно и вообще прям шикарно. Анимации выглядят, ну, я бы сказал, просто великолепно. Поэтому пользуйтесь и, естественно, можете эти анимации использовать в своих проектах. То есть, насколько я знаю, то есть, лицензия на использование этих анимаций, она там не такая уж суровая. То есть, можно использовать, никаких вам потом проблем за использование этих анимаций не будет. Поэтому, друзья, на этом все. Не забывайте подписываться на канал. Также заглядывайте в описание по данным видео, чтобы вступить в закрытый телеграм-чат. Там все условия. Ну, и также, если вы подпишетесь на Boosty, про который я уже говорил, то ежемесячно вы будете получать два эксклюзивных видео урока в месяц, которых не будет на YouTube. Все, увидимся с вами в следующих видео и всем пока. Продолжение следует...